Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях среды 30 октября. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. Сириусу быть. Депутаты ЗСК утвердили создание в Сочи нового поселка городского типа. Дольщики дома на Пасечной смогут отметить Новый год в своих квартирах. Новый инвестор обещал завершить работы до конца года. Со следующего года женщинам в декрете будет легче найти работу. Новый краевой проект обсудили в Сочи. Парк ледяных скульптур открылся в Сочи. Необычную экспозицию подготовил Государственный музей спорта. И начну с хорошей новости. Доходы краевого бюджета увеличились почти на 25 миллиардов рублей. Изменения в закон о главном финансовом документе региона сегодня приняли в законодательном собрании Кубани. Поправки внесли по инициативе губернатора. Вениамин Кондратьев лично принял участие в обсуждении. Доходная часть казны перешагнула психологическую отметку. Мы с вами в конце прошлого года ставили себе планку 280 миллиардов рублей собрать в коровой бюджет. А на данный момент времени мы уже имеем 305 миллиардов рублей. 305. А нам еще с вами в этом году работать два месяца и один день. Поэтому сколько мы сможем еще дополнительно собрать средства бюджета, посмотрим. И откуда будет такой финансовый результат? От качественного управления финансами в нашем крае. Подчеркиваю, качественного управления финансами. Это заслуга, безусловно, и моих коллег, и вас. Потому что решение, решение, в том числе об инвестировании средств краевого бюджета мы принимали совместно. Как отметил глава региона, большую часть денег направят на финансирование социальной сферы. Это и строительство детской больницы, школ, а также закупка нового медоборудования. К тому же серьезно снизилась и долговая нагрузка Краснодарского края за 4 года примерно на 40 миллиардов рублей. Кстати, сегодня же на сессии ЗСК депутаты утвердили создание в Сочи поселка городского типа Сириус. Проект постановления о выделении нового поселка в Амеретинской низменности и присвоении ему названия был вынесен на обсуждение главой региона Вениамином Кондратьевым. В октябре был проведен опрос местных жителей. Большинство положительно оценили создание новой территории. Решение по этому вопросу принято единогласно и депутатами ЗСК. Официально вступил в должность нового главу арбитражного суда Северокавказского округа. Сегодня представили в Краснодаре. Указом президента им стал Владимир Захаров. Его поздравил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Для этого он приехал в краевую столицу. Более 20 лет Владимир Викторович Захаров занимался научной и преподавательской деятельностью. Работал заведующим кафедрой, проректором Курского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. С 2014 года Владимир Викторович работал председателем арбитражного суда Курской области. Положительно зарекомендовал себя. Его знания и опыт будут способствовать эффективному осуществлению правосудия. В торжественной церемонии участие также приняли полпредпрезидента в Южном федеральном округе, губернатор Кубани и председатель регионального парламента. Вениамин Кондратьев отметил, что от решения арбитражного суда напрямую зависит развитие экономики всего края. Если у нас будут хорошо отлаженные механизмы и инструменты в экономике региона, то программы будут наполненными, обещания, которые власть дает людям, будут выполнены, а значит мы достигнем и социальной стабильности. Поэтому, естественно, как следствие экономической стабильности и развития, социальная стабильность и благополучие жителей края. Если мы будем рассматривать в разрезе экономики нашего субъекта, то у нас 34% ВРП края – это доля малого и среднего бизнеса. Безусловно, динамичный экономический регион, но, естественно, развитие всегда сопровождается и спорами. И для нас важно, чтобы эти споры разрешались цивилизованно, в арбитражном суде. Здесь объективность, она, в первую очередь, не только со стороны субъектов хозяйственной деятельности, но и со стороны власти. Поэтому мы надеемся, что, Владимир Викторович, сегодня та судебная практика, которую будет обобщать арбитражный суд Северо-Кавказского округа, она будет, на самом деле, необходимой для того, чтобы мы максимально считали и дальнейшие наши шаги в экономическом развитии успешными. Введение арбитражного суда Северо-Кавказского округа находятся 11 регионов, в том числе и Краснодарский край. Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» открылся сегодня в горах Сочи. Событие объединило основных управленцев туристской и спортивной индустрии. Основная задача форума – объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры. Все эти вопросы рассматривали на примере Сочи, где масса проектов реализовывалась в том числе за счет частных инвестиций. Государственно-частное партнерство – это то, на что регионы сегодня должны делать основную ставку, уверены участники форума. На эти цели, к примеру, Министерство спорта выделяет 300 миллионов в год. За финансами инвесторам рекомендуют обращаться к региональным властям. В Краснодарском крае спорт и туризм развивают и в рамках национальных проектов. Для новых точек роста появляются новые направления. Это не только деловой и событийный туризм, но и гастрономический, и модный эно-гастрономический. Осваиваются и новые территории. Что касается действующей ситуации, то Краснодарский край заявился в новую программу, под программу Министерства экономического развития на соискание дополнительных средств, на сопровождающую инфраструктуру. Мы заявились с тремя кластерами, которые расположены на территории Краснодарского края. И рассчитываем на то, что на будущие три года получим финансированные те проекты, с которыми мы туда заходим. Объем тех средств, которые мы хотим, он превышает 3 миллиарда рублей на ближайшие 5 лет. А что касается кластеров, это кластер Браутриш, который находится у нас, Анапа, Новороссийск, в этих двух муниципальных образованиях. Это кластер Тамань-Веселовка в Темрюкском районе. И еще один кластер в Туапсинском районе «Изумрудный мир». Что касается точек роста в туристической отрасли, то здесь свои инициативы озвучили депутаты Госдумы. Речь о программе корпоративного оздоровления. В законодательство депутаты планируют внести поправки, которые позволят работодателю отправлять сотрудников на оздоровление, минуя туроператоров. Речь идет об отдыхе, не выезжая из региона. В этом случае города одного региона могут стать круглогодичными курортами и получить новую нишу туристов. Те, кто хочет отдохнуть и поправить свое здоровье, не тратясь сильно на дорогу. Зашла речь на экономическом форуме регионов и о введении электронных путевок. Когда мы поймем, что электронная путевка отработана, тогда мы планируем вводить в законодательство такие предложения, вносить о том, чтобы сделать ее обязательно. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас каждый год, почти каждый год, к сожалению, происходит банкротство туроператоров. Это происходит, как правило, из-за не совсем прозрачного, не всегда грамотной организации вот этого процесса туроператорами. Из-за этого страдают люди. Электронная путевка позволит туристам отслеживать свои платежи, сделает рынок более прозрачным и поможет учитывать туристические потоки и многое другое. Поэтому все необходимое будем делать для того, чтобы как можно быстрее электронная путевка была введена и стала обязательной для всех туроператоров. Руководство Краснодарского края решило вывести форум «Точка роста» на более высокий уровень, чтобы не только обсуждать острые вопросы отраслей, но и вносить корректировки в законодательство. Большое количество мероприятий сегодня проводится здесь, в Краснодарском крае, на наших возможностях. Сегодня Краснодарский край становится всесезонным курортом. И, откровенно говоря, Сочи сегодня уже стал всесезонным, стал главной столицей зимнего туризма. Это для нас принципиально важно, потому что, когда есть возможность у наших граждан здесь, на территории Российской Федерации, круглогодично находить для себя по своим желаниям, по своим предпочтениям находить себе места и виды отдыха, ну, конечно, мы будем в это еще сильнее дальше вкладываться. Еще два дня эксперты будут консультировать всех желающих по возможностям развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Представители Южной Кореи снимают фильм о Сочи. Это сотрудники компании, которая занимается развитием международных отношений между странами Европы и Азии. С историей, природой и культурой Сочи гости знакомятся уже пятый день. Накануне они посетили и Лазаревский район, и Красную Поляну, а сегодня гуляют по центру города. Музей истории города Сочи – обязательный пункт для посещения у гостей из Южной Кореи. Директор музея Елена Галищева провела экскурсию по залам, рассказывающим об уникальной природе Сочи, его истории и культуре. Именно эти знания как раз и необходимы представителям компании, развивающей культурные отношения между странами Европы и Азии. Собен Ю в Сочи уже второй раз. Впервые она посетила курорт два месяца назад, принимала участие в международном конкурсе исполнителей оперы. Тогда и влюбилась в Сочи и решила обязательно приехать еще раз, чтобы лучше познакомиться с курортом. «Сейчас, во время второго визита в этот прекрасный город, я знакомлюсь с его историей и культурой. Я удивлена. Оказывается, у Сочи большая и интересная история, связанная с древнегреческой эпохой. Это было для меня открытием. А местная природа – феноменальна, я такого еще нигде не видела. Этот визит для меня очень важен. Мы занимаемся проектом, который нацелен на развитие культурных отношений между Россией и Южной Кореей. Мы выпустим фильм о Сочи не только с точки зрения культуры, но и его уникальной природы и туристических возможностей». Представители Южной Кореи также изучают опыт Сочи по использованию постолимпийского наследия, в частности, инфраструктуры образовательного центра «Сириус», где сегодня обучается талантливая молодежь со всей страны. Подобный центр, возможно, появится и в Южной Корее. К другим новостям. Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с почетными гражданами города. На встречу в администрацию пригласили сочинцев, которые в разные годы многое сделали для развития курорта и продолжают делать. Это врачи, строители, спортсмены, политики, ученые, заслуженные работники культуры и образования. «Вы все когда-то были на серьезных направлениях, на серьезных должностях, руководили большими предприятиями, руководили большими компаниями, организациями, и у вас есть серьезный уровень, мощный уровень, как это нужно делать. Для нас это очень важно». За чашкой чая обсуждали проблемы города. Это и сохранение уникальной природы курорта, и вопросы точечной застройки. Затронули и тему здравоохранения. Бывший главврач 4-й горбольницы Элеонора Рябцева предложила создать муниципальную инспекцию по контролю за городскими больницами и поликлиниками. Мэр идею поддержал. Также на встрече обсуждали вопросы возрождения былой славы Мацесты. А Алексей Воевода поднял тему низкой культуры вождения и парковки местных автомобилистов. Депутат Госдумы поблагодарил Копайгородского за возможность в таком формате обсуждать острые вопросы. «Спасибо, что дали возможность высказаться. И вот если мы будем собираться хотя бы даже, вы сказали, раз в полгода, вот так вот обмениваться какой-то информацией, мы же все общаемся с гражданами, будет очень здорово. Спасибо большое». Добавлю, что сегодня в Сочи звание почетного гражданина носят 24 человека. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Продолжаем. Дольщики дома по улице Пасечной, 30 смогут отметить Новый год в своих квартирах. Новый инвестор обещал завершить работы в новостройке до конца года. Ход работ сегодня оценил первый замглавы города Сочи. Все подробности в нашем сюжете. В наследство от застройщика новому инвестору досталась фактически пустая бетонная коробка без коммуникаций. За полгода в дом на Пасечной, 30, буквально вдохнули жизнь. Электрика, вода и канализация уже почти готовы, рассказывают представители застройщика первому вице-мэру. Ход работ под строгим контролем администрации. Сегодня очередная инспекция. Уже сейчас на 90% готовы внутренняя разводка электрики, внутренняя разводка систем водоснабжения и канализации. Подводим внешние сети электроснабжения. На 50% уже подготовили газовую котельную. А трансформаторная подстанция уже готова. На следующей неделе электричество в дом будет поступать уже не по временной схеме. На месте пустых шахт наконец появились лифты. Идет пусконаладка. Внешняя отделка завершена. Сейчас рабочие занимаются внутренней. Красят и штукатурят стены. Новый застройщик вложил в достройку дома почти 60 миллионов рублей. Еще не меньше 10 придется потратить на усиление конструкции 15-этажки. Насколько она необходима, покажет экспертиза. Есть ряд вопросов по инженерным сетям, но мы наметили на сегодняшний день все даты и сроки, когда данная работа будет завершена. То есть окончательный объект мы можем принимать в конце декабря. Своих квартир 139 дольщиков на Пасечной ждали больше 10 лет. Надежда появилась лишь в начале лета, когда на объект зашел новый инвестор. Мы долго за этой ситуацией, годами наблюдали. И просто эмоции огромные. Просто нет слов, что действительно мы дождались того, чего ждали. И с большой вероятностью можно сказать, что можно будет уже в этом доме и Новый год встретить. Всего в Сочи в списке долгостроев еще два года назад было 28 домов. Сегодня почти половину из них уже исключили из печального реестра. 13 объектов на сегодняшний день уже исключены. По пяти объектам, в частности, на одном из которых мы с вами присутствуем, ведутся работы. И в ближайшее время предполагается завершение. В числе самых сложных объектов это три дома компании Ида, на Санаторной, Гагарина и Виноградной. А также жилой комплекс Сочи Абсолютно, улица Островского. Новостройки, скорее всего, будут достраиваться за счет средств из Федерального фонда защиты прав дольщиков. Соответствующую заявку мэрия туда уже отправила. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Первый частный роддом открылся сегодня в Краснодаре. На торжественное открытие приехали городские и региональные власти. Заместителю губернатора Анне Меньковой показали палаты и современное оборудование. В пятиэтажном здании есть стационар на 13 коек, реанимационное отделение, круглосуточный травмпункт. Есть возможность и для альтернативных родов. Анна Менькова сегодня побывала и в перинатальном центре второй краевой больницы. Там завершился капитальный ремонт родильного отделения. Из краевого бюджета на это ушло 90 миллионов и еще 37 миллионов, которые заработало само учреждение. Здесь выполняются роды со самыми сложными патологиями, пациенты здесь пребывают. Здесь, вы знаете, самое сложное выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. И, в общем-то, могу сказать, что технологии, которые здесь применены, и врачи, которые здесь работают, это лучшее, что сегодня есть в системе здравоохранения в нашем регионе. Стандарт, который сегодня задан и который сегодня применяется в наших лечебных учреждениях и в перинатальном центре, в нашем основном Краснодарском, и в пятом роддоме. Он всем понятен. К такому стандарту мы должны стремиться. Анна Менькова отметила, что этот год стал знаковым для медицины Кубани. В регионе стартовали национальные проекты «Демография и здравоохранение». Вице-губернатор также подчеркнула, что со временем большинство медицинских услуг будут оказывать как государственные, так и частные учреждения. Со следующего года женщинам в декрете будет легче найти работу. Об этом шла речь на стратегической сессии, которая прошла в мэрии по инициативе Центра занятости населения. Это заседание стало первым этапом реализации регионального проекта, который начнет работать со следующего года. Он касается профессионального обучения и дополнительного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. За время декрета молодые мамы зачастую теряют квалификацию, не успевают следить за новшествами в отрасли. При этом далеко не у каждой молодой семьи есть свободные средства на переобучение. В рамках краевого проекта женщины смогут обучаться бесплатно в сучинских образовательных организациях. Речь идет и о повышении квалификации, и о полной смене профессии. Очень много возможностей. То, что нам направляет организация, им нужно переобучить, да, или повысить квалификацию для женщин, которые стремятся возобновить трудовую деятельность, мы проводим это обучение абсолютно бесплатно. Мы проходили соцопрос, у нас было опрошено порядка 800 женщин, то есть из них где-то в районе 300 женщин планируют проходить именно профессиональное переобучение, повышение квалификации. Всего в следующем году в Краснодарском крае планируется переобучить 1390 женщин. Основные и востребованные специальности – это повара, кондитеры, работники санаторно-курортной отрасли, делопроизводители, медработники, дизайнеры, воспитатели, бухгалтеры и продавцы. Выбрались секретаря. В Сочи состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». В конференции принимали участие депутаты законодательного собрания Краснодарского края и городского собрания Сочи, члены фракции партии, активисты «Молодой гвардии», а также секретари первичных партийных организаций. Главным вопросом стало избрание секретаря сочинского отделения. Тайным голосованием делегаты выбрали Алексея Капайгородского. Мы все одна очень большая команда. Приоритет этой команды – это все то, что говорят наши жители. И вторая повестка – это, конечно же, указ президента национальных проектов. Мы, как один из серьезных городов нашей страны, должны выполнять все задачи, должны реализовывать все проекты и, самое главное, слышать, что говорит каждый житель. Когда у нас будет выработан механизм по решению всех проблем, когда жители видят, что они приходят к нам, ко всем вместе взятым, они видят, что результаты есть, вот тогда у нас будет очень серьезная победа. Также на конференции обсудили вопросы по национальным проектам, организацию предварительного голосования и участие в избирательных кампаниях цикла «Осень-2020». Военкомат Сочи ищет желающих поступить в военные вузы и училища в следующем году. Вступительные испытания в высшее учебное заведение по программе с полной военно-специальной подготовкой проводятся с учетом результатов ЕГЭ, а по программам со средней военной специальной подготовкой без ЕГЭ. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное довольствие от 12 до 20 тысяч рублей в зависимости от успеваемости. По окончании обучения выпускникам вузов присваивается воинское звание лейтенанта, по программе средней военной специальной подготовки прапорщик выдается нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца. Всем желающим поступить в такие учреждения нужно обратиться в военный комиссариат города Сочи на улице Горького, 29, кабинеты 3 и 4. Там можно ознакомиться с условиями вступительных испытаний перечнем учебных заведений. Парк ледяных скульптур открылся в Сочи. В Сочи разместилась необычная экспозиция во дворце «Айсберг». Ее подготовил Государственный музей спорта. В холле Олимпийского объекта выставлены светящиеся скульптуры, символизирующие зимние виды спорта. Они изготовлены из кристально-прозрачного материала, который напоминает лед. Однако производство искусственного куда более сложное. Как спорт, искусство и высокие технологии уживаются в одной экспозиции, расскажем в следующем материале. Изящество фигуристов, драйв хоккейного матча, высокий полет лыжников, лучшие моменты соревнований по зимним видам спорта застыли в пластике. Около 350 килограммов этого материала потребовалось для изготовления уникальных скульптур. Всего их в экспозиции 17. Арт-объекты отпечатали на 3D-принтере. Это уникальный проект, такого еще не было, в том числе, потому что здесь не только спорт и искусство вместе, но еще и высокие технологии. Мы в ходе большого количества экспериментов смогли сделать вот такие вот объемные фигуры, напечатанные на 3D-принтер. Если всего этого не знать, то может создаться впечатление, что фигуры изготовлены изо льда. Такого эффекта удалось достичь благодаря высокотехнологичным материалам и особому освещению. Каждая фигура содержит от 20 до 40 светодиодов. Мы печатали эти фигуры из СБС-пластика. Это очень сложный пластик, неподатливый. После этого мы устанавливали внутрь освещения. Если обратите внимание, то свет из фигуры выходит рассеянный. Он не акцентируется в каких-то конкретных точках. Это особенность вот этого материала. Проектировать фигуры помогали российские спортсмены, но не одними скульптурами богата экспозиция. На витринах представлены кубки, медали, экипировка, снаряжение и фотодокументы, рассказывающие об истории зимних видов спорта в нашей стране. Было бы странно не отметить в этом замечательном ледовом дворце, построенном непосредственно к Олимпиаде, экипировку наших спортсменов на тех играх. Это парадный костюм. Он представлен пиджаком, рубашкой, брюками, а также шапочкой. Прогуляться по саду ледяных скульптур могут все желающие. Выставка будет работать во дворце «Айсберг» до конца года. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.